Всем большой привет! Зима дарит холодные деньки, и все чаще хочется согреться чашечкой чая или горячим шоколадом. А еще закутаться в плед перед телевизором и съесть что-нибудь вкусненькое. Я не люблю долго возиться на кухне и всегда выбираю вкусные, но максимально простые и легкие рецепты. И вот сегодня мы вместе с племяшкой будем готовить ореховое печенье из книги рецептов «Время сладкого настроения». Рецепт простой и достаточно бюджетный. Для приготовления понадобится пшеничная мука 200 грамм, сливочное масло 160 грамм, 60 грамм молотых грецких орехов и 60 грамм сахара. Всего 4 ингредиента. Сливочное масло заранее достаем из холодильника. Оно должно быть комнатной температуры. Орехи я подсушила не в духовке, а в микроволновке всего 2-3 минуты. Чтобы измельчить орехи, нам понадобится пакет из калка. Это еще бабушкин метод, но он работает. Даже маленькие ручки справляются. Через 5 минут орехи готовы к использованию. Масло комнатной температуры нарезаем кубиками и отправляем в глубокую миску. Добавляем сахар и тщательно перемешиваем. Мне кажется, что привлечение детей к готовке и полезно, и весело. Анжелика с самого детства участвует во всех моих кулинарных видео и всегда с удовольствием принимает новые рецепты. С ребенком приготовление занимает больше времени, но оно того стоит. Теперь добавляем молотые орехи и снова перемешиваем. Теперь очередь просеянной муки. Добавляем частями, чтобы ребенку легче было перемешивать. Тесто должно оставаться немного липким. При необходимости добавьте еще немного муки, но не переусердствуйте. У теста уже очень вкусный аромат, так что следите за тем, чтобы дети его не съели. Теперь берем пищевую пленку или пергаментную бумагу. В нее мы будем заворачивать тесто в виде больших конфет. Все очень просто. Разделяем тесто на три части. Перекладываем на пергамент, выравниваем и скручиваем. Вот такие колбаски могут получиться как круглые, так и квадратные, так и треугольные. Как вам удобно сворачивать, так и сворачивайте. Лишнюю бумагу отрезаем. Скручиваем концы и украшаем веревочками. Точно так же сворачиваем еще две конфеты из теста. У нас получилось три конфеты, которые нужно сложить в морозильную камеру минут на 30. Тесто должно полностью затвердеть. По истечению этого времени достаем трубочки, снимаем обертку и нарезаем колбаску приблизительно по 1 см. Застеляем противень пергаментной бумагой и выкладываем будущие печеньки на небольшом расстоянии друг от друга. Духовку разогреваем до 180 градусов и выпекаем около 10-15 минут. Как только увидите аппетитную золотистую корочку, можно смело вынимать. Остужаем печенье на противне, а затем перекладываем на тарелку. По желанию можно присыпать сахарной пудрой. Понравилось печенье всем, и мужу, и племяшке, и бабушке. Угостили всех! Обязательно попробуйте, я уверена, понравится и вам, и всем вашим гостям. Отличное дополнение к новогоднему столу и не только. А вместе с автором этой книги мы подготовили для вас сюрприз. На моей странице в инстаграм прямо сейчас начинается конкурс, где мы разыграем две книги с рецептами время сладкого настроения. Ссылка на мой инстаграм с конкурсом в описании под этим видео. Не пропустите и всем приятного аппетита!